Люси Уолтер, валийская дворянка, фаворитка короля Карла II Стюарта в 1648-1650 годах. Мать Джеймса Скотта. Люси Уолтер происходила из небогатой дворянской семьи, имеющей глубокие корни Уэльс. Ее отец Уильям Уолтер был владельцем замка Рок. Ее мать Элизабет Проттера принадлежала к одной из древних семей. Дата ее рождения считается 1630 год. В 1644 году, когда ее родовой замок был разрушен войсками парламента во время английской революции, Люси нашла убежище в Лондоне, откуда решила направиться в Гааву, ставшую прибежищем английских рейлистов, покинувших Англию. Проблемой отсутствия средств для поездки и дальнейшего пребывания в Голландии Люси решила поиском богатого возлюбленного. Элли Джернан Сидни рассказывала Джеймсу, герцогу Йорку, что передал Люси 50 золотых, но воспользоваться плодами сделки не успел, поскольку вынужден был спешно оставить возлюбленную, чтобы присоединиться к своему полку на войне, уступив права на нее своему младшему брату, полковнику Роберту Сидни, который получил приз. В 1648 году, пребывая в Гааге, как частная валейка Люси, про которую впоследствии граф Кларендон сказал, «Не имеющая доброго имени, но красивая», пленила 18-летнего английского принца Чарльза, будущего короля Карла II Стюарта, также находившегося здесь в течение короткого времени. Многие историки считают Люси первым возлюбленным принцем. Брат Карла II, будущий Ека II, также упоминает о редкой красоте Люси, отмечая, правда, нехватку остроумия. 9 апреля 1649 года в Роттердаме Люси разрешилась отбереметь сына, получившему имя Джеймс. Карл признал сына. В июле-августе 1649 года Люси сопровождала принца во время его пребывания в Париже и даже во дворце Сен-Жермен, а также, возможно, во время посещения им острова Джерси в сентябре. Сопровождавший принца в августе 1649 года знаменитый писатель Джон Ивлин оставила Люси такую характеристику. Смуглое, прекрасное, смелое, но безвкусное существо. В июне 1650 года принц оставил возлюбленные в Гааге, чтобы отправиться в Шотландию для возвращения трона. Люси, недолго переживая, завязала романтические отношения Стива с будущим графом Карлингфордом, которого в 1651 году родила дочь Марию. Вернувшийся на континент в конце 1651 года, после неудачной битвы при Устере, принц Карл объявил Люси, что их отношения закончены. В течение следующих четырех лет Люси путешествовала по Европе. Ее весьма экстравагантный образ жизни и следующие один за другим скандалы вокруг ее имени доставляли большое беспокойство королевской семье в изгнании. В 1656 Люси, находившейся тогда в Кельне, было предложено покинуть Европу, вернуться с детьми в Англию. Обмен на королевскую пенсию в размере 5000 ливров. Согласившись, Люси поселилась в Лондоне. Но долго пожить в Англии Люси не удалось. Ее близость к королевской семье, главный активный образ жизни в Лондоне, быстро привлекли внимание разведки лорда протектора, заподозрившей ветреной валейки шпиона роялистов. В июне 1656 Люси и ее горничная были арестованы и отправлены в Тауэр. Хотя доказательств шпионажа выявлено не было, 16 июля того же года Люси было предписано покинуть Англию. На этот раз она поселилась в Прюсселе и возобновила экстравагантный образ жизни. Попытки использовать в целях обогащения своего сына от принца закончились для нее плачевно. В 1658 году Люси передала мальчика королевским наставникам. В сентябре того же года она скачалась в Париже. Причиной столь ранней смерти фаворитки было венерическое заболевание, вероятно, сифилис.